Зашла в поликлинику и просто замечательная новость. В поликлинике появился лифт. Эту новость пациенты поликлиники городской больницы имени Война Есенецкого ждали давно. К медицинскому учреждению прикреплено 74 тысячи человек, из которых больше 11 тысяч – это пожилые люди и еще 7 тысяч – инвалиды. Тех, кто не мог подняться по лестнице самостоятельно, порой в прямом смысле носили на руках. Нам организационно приходилось выделять даже людей для того, чтобы, например, людей с колясками поднимать на верхние этажи. Помогать малоподвижным людям с преклонном возрасте подниматься на эти этажи, сопровождать их. Для людей с ограниченными возможностями здоровья даже два лестничных пролета – это испытание. В 10-й поликлинике на 2-м и 3-м этажах расположены кабинеты терапевтов и узких специалистов. Теперь к ним можно подняться на лифте. Часто приходится посещать больницу и подниматься по лестнице довольно тяжело. Вы сегодня действительно удивились, когда вам такое сообщение? Расскажите, вам это было? Да, я удивился, не думал, что в поликлинике будет лифт. Людям с ограниченными возможностями важно, наверное, иметь средства, которые будут доставлять их к врачу, не затрачивая все это на поднятие по лестнице. Новый лифт одновременно сможет поднять до 20 человек. Кроме этого, в кабину легко поместится каталка, что сильно упростит взаимодействие поликлиники и стационарных отделений больницы. Какие-то экстренные мероприятия нужно провести. Сюда заходит каталка, мы поднимаем на третий этаж и непосредственно в реанимацию можем довезти. Все связано, взаимосвязано. Очень удобно, что здесь у нас поликлиника находится рядом со стационарами. Строительство лифта шло больше года. В здании по проекту подъемник не был предусмотрен. Поэтому для его обустройства возвели шахту, пристройку к поликлинике с собственным фундаментом. Он сам по себе уникален. Технологические решения, которые здесь были реализованы, пока нигде не были применены. По сути, у нас больница Война-Исенецкого явилась пионером, прототипом дальнейшего размещения лифта в других учреждениях поликлинического типа. Мы будем использовать опыт для себя в дальнейшем. Возвести с нуля в поликлинике «Лифт» помогла региональная программа нацпроекта здравоохранения. На строительство выделили порядка 30 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Марина Рожко, Максим Артиков. Смотри Хабаровск.